Добрый день! Сегодня мы с вами разберем второе задание основного государственного экзамена по информатике. И это задание касается темы алгебрологики. Как вы, возможно, помните, на уроках вам говорили, что алгебрологики рассматривает логические высказывания и работает с логическими выражениями, то есть аргументами так называемыми, которые между собой имеют некоторое взаимодействие, когда они стоят друг с дружком рядом и соединены определенными союзами. Союзы и, не, или... Вспомнили, да? Для того, чтобы нам решать такого рода задачки, нам надо записать и какое-то время перед собой держать, потом они у вас уже уложатся в голове, несколько так называемых табличек истинности. Значит, и вспомнить о функциях, которые рассматриваются в алгебрологике, то есть о взаимодействиях между логическими высказываниями, да, то есть между утвердительными высказываниями, которые рассматриваются как истинные и ложные. Значит, первое действие, которое мы должны знать, это так называемая конъюнкция, это взаимодействие двух высказываний, связанных с союзом «и». Вот ключевое слово, да? То есть везде мы с вами будем опираться на союзы, которые стоят между какими-то высказываниями. Вот у нас есть первый союз «и». Он еще иногда обозначается на письме вот таким значком, значит, такой вот, по сути дела, тоже в английском языке встречающимся тоже таким заменителем союза «и». И дальше у вас возникает два высказывания. Высказывание «а» какое-то, неважно какое, там, дважды два равно четыре, да, и высказывание «б», значит, допустим, трижды три равно девять. Значит, если между ними стоит вот этот самый значок «и», да, то тогда возникает вот такое их совместное взаимодействие, так как каждое из этих высказываний может быть либо истинным, либо ложным, то дальше возникает четыре варианта совместных пар таких, да, высказываний. Значит, когда у вас, например, ну, истинность, ложность обозначается ноликом и единичком, единичкой, например, первое высказывание у вас было истинно, да, значит, дважды два равно четыре, сказал первый автор, какой-нибудь герой наш, да, а второй сказал трижды три равно семь, да, то есть он неправду сказал, то вместе, да, они не пришли к истинному высказыванию, да, у них получилось в целом два высказывания вместе, да, они оказались ложными. Если первый также утверждал истину, второй сказал правильно, то в целом их высказывания оказались истинными, да, все достаточно логично, правда? Если первый ошибся, второй сказал правду, то, опять-таки, мы имеем с вами здесь вот нолик. И последний вариант, когда оба ошиблись, правда? То есть других вариантов у нас как бы и не получается. Ну, понятно, что в этом случае также нолик. Вот это вот у нас с вами, вот это обозначается обычной буквкой F, функция, вот у нас с вами первая таблица истинности для конъюнкции, да, вот это вот конъюнкция. Впоследствии это слово будет встречаться, на первых порах вы еще с ним меньше будете встречаться, но знать его полезно. Значит, соответственно, ключевым словом здесь является и, да, поэтому мы с вами должны понимать, что истинным будет только единственный случай для союза и, когда и то, и другое высказывание истины, вот оно, да, вот этот вот у нас единственный случай. Значит, вторая ситуация, когда вместо союза и применяется союз или. Или. На письме иногда в задачках он встречается как... Вот таким, просто палочкой обозначается, да, там иногда так его пишут. Значит, здесь я его тоже так же палочкой обозначу. Да? Значит, ну, давайте теперь по этой же логике посмотрим, что будет получаться у нас вот тут. Пока сотрем все это. Значит. Что такое конъюнкции? Да, кстати, для простоты здесь вот еще можно использовать так называемые круги Эйлера для представления, визуального представления того, как это выглядит. Значит, у вас есть некое высказывание А, ну или массив высказываний А. А, неважно. И у вас есть некоторое высказывание Б. Значит, вот И у нас было вот здесь, правда? Это А и Б. А или у нас будет, соответственно, все вместе. То есть, у нас все варианты будут. И А, и Б. Да? И у нас только один единственный вариант будет, когда у нас не будет чего-то попадать в наше, как бы, истинное поле. Да? Когда что-то не А и не Б вообще. Значит, тогда получается так. Смотрите. Если первый сказал правильно, второй ошибся. Ну, первый-то сказал правильно. Значит, кто-то из них любой, если даже сказал правильную информацию, значит, соответственно, у нас получается здесь единичка. Или, да? Или этот, или этот. Или вместе. Как во втором случае. Да? Здесь тоже будет единичка. Понятно. Да? Это будет истинное высказывание. Если первый ошибся, второй сказал правду, то, соответственно, ну, хоть кто-то сказал правду, правильно? Поэтому или, да? Или этот, или этот. Соответственно, здесь тоже единичка. Но если никто не сказал правду, все ошиблись, да? То единственный случай, когда у нас вот здесь вот возникает нолик. То есть для сальюза или, и это уже другая будет функция. Сейчас я ее подпишу. Будет единственный случай, когда есть другое значение, кроме единички, то есть нолик. Да? Это называется у нас дизъюнкция. Дизъюнкция. Здесь у нас таблица истинности имеет вот такой вид. То есть тогда мы имели сплошные нолики и единственный единичек в конъюнкции. Здесь мы имеем сплошные единички и единственный нолик, когда у нас, мы, речь заходит у нас о дизъюнкции. Ну, пока для вот начала этого достаточно для того, чтобы уже посмотреть это на примере каких-то, ну, одной-двух задачек. Давайте сейчас это сделаем. Ну, а теперь давайте перейдем к заданиям, да? То есть к самим примерам. Например, у нас есть такое вот, такое высказывание. Не. В скобочках указано х меньше 6 и, и опять в скобочках, второй аргумент, х меньше 7. И вас спрашивают. Значит, вот вам даны такие варианты 5, 6, 7, 8. И предложенный вариант вам нужно рассмотреть с точки зрения того, если вы его будете подставлять в приведенное высказывание, да, составное, то какое из них будет, какое из этих значений будет вам в целом все это высказывание делать истинным. Смотрим, какое из высказывание, как оно будет, при каком варианте оно будет истинным. А истинным оно у нас, возможно, будет только в одном случае, если мы вернемся к табличкам истинности, да, в связи с тем, что у нас вот здесь вот конъюнкция, то есть союз и стоит, то истинным оно может быть только в одном случае, если вот это вот высказывание будет истина и вот это высказывание будет истина. Согласны? Значит, что получается? Если вот это высказывание, да, в целом истина и вот это высказывание истина, значит, нам нужно подставить сюда такое значение, которое будет давать такой вариант. Значит, подставляем, пятерка подходит или нет. Пятерка не подходит по одной простой причине. Вот здесь у нас истина будет, если мы пятерку сюда подставим, а не будет ложно. То есть, соответственно, если мы сюда подставим пять, пять меньше шести это истинное высказывание, но перед ним стоит не, значит, оно должно быть, оно будет давать нам на выходе ложное, да, высказывание. И уже вот нас второе высказывание не интересует, потому что первое оказалось ложным. Второе высказывание, значит, будет ли оно истинным или ложным? Значит, если мы сюда подставляем шестерку сюда, то, как бы, оно не меньше шести, правда? Оно же не меньше шести, значит, соответственно, это у нас единичка и оно меньше семи. Согласны? Значит, соответственно, вот это у нас уже, как бы, должно быть верно, правильно? То есть, должно подходить. На всякий случай проверим. Оно не меньше шести, семерка не меньше седьми, но оно здесь будет давать ложность, потому что оно не меньше семи, правда? То есть, вот сюда оно уже не подходит. Здесь будет ложное высказывание и, соответственно, восьмерка тоже будет ложным высказыванием. То есть, в нашем случае истинным высказыванием будет только в том случае, если мы подставим вместо икса шестерку. Понятно. Второй пример у нас будет проверять наше знание таблицы истинности для союза или. Пример похожий. Не х меньше шести или х меньше пяти. Ну и варианты ответов. Четыре, пять, шесть и семь. Какое из них будет нам давать высказывание составное, делать его таковым, чтобы оно оказывалось бы ложным? Вот условия нашего задания. Нам надо найти такой вариант из приведенных цифр, который будет подставлен вместо икса, давать нам ложность в целом всего высказывания. Значит, ложность у нас возможна только в одном случае при союзе или в одном случае, единственном, когда здесь нолик и здесь нолик. Согласны? Соответственно, мы должны найти такой вариант, который будет ложен в обоих случаях. Значит, ложен он будет, давайте от простого, от обратного пойдем. Ложен он будет для всех случаев, когда он, соответственно, равен или больше же пяти, правда? Значит, он не меньше пятерки уже вот для этих трех случаев. Значит, четверка нас уже не устраивает. Отлично. Значит, пятерку проверяем здесь. Меньше, пятерка меньше, чем х, но, соответственно, ложным оно будет вот для пятерки. А для шестерки оно не меньше шести. Значит, шестерка не подойдет. И не меньше семи, тем более, не подойдет. То есть, единственный правильный вариант ответа пятерка. То есть, в данном случае, вот на самом деле, здесь просто важно что обратить внимание? С каким союзом вы работаете? И вот очень важно не промазать вот с этим вот союзом «не», который тоже начинает все переворачивать с ног на голову, превращая высказывание в ложное, то, которое должно было бы быть истинным. Ну, соответственно, и проверяется по союзу «или», если у вас и то, и другое ложно, а по союзу «и» проверяется и то, и другое истинное, когда часть высказывания. То есть, аргументы должны быть для союза «и», соответственно, они должны быть истинными. Тогда, в целом, все высказывание будет также истинным. Значит, второй тип заданий, который касается вот этого вот тоже раздела, это задания с именами, где нужно найти правильное имя, которое будет соответствовать некоему высказыванию логическому. Посмотрим их. Так, вам задается задание, значит, которое сформулировано, опять-таки, высказываниями. «Не первая буква гласная и не последняя буква согласная». Понятно, что написал, да? «Не первая буква гласная и не последняя буква согласная» и приведены имена. Значит, Анна, Анна Роман, Олег и Татьяна. И вы должны подобрать такое высказывание, то есть такое имя, которое будет соответствовать вот этому вот высказыванию. Ну, опять, здесь уже таблица истинности нам в чистом виде не нужна, потому что, хотя можно было бы с ее помощью это все посчитать, но здесь все на чистую логику, то есть здесь не нужно ничего считать. Смотрим. «Не первая буква гласная» и, то есть у нас должно совпасть оба высказывания, да? Мы должны иметь оба высказывания, точнее, не, да, будет правильнее, а истинными, да? Тогда мы найдем подходящее высказывание, которое будет, то есть подходящее имя, которое будет удовлетворять вот этому вот высказыванию. Значит, «Не первая буква гласная», что это? То есть согласные буквы у нас вот здесь мы имеем и вот здесь мы имеем, да? И дальше у нас должно быть не последняя буква согласная. У нас вот здесь согласная, а здесь гласная. То есть единственное имя, которое нас устроит с учетом вот этого вот поставленного задания, да? Поставленного вопроса, какой из имен вот соответствует этому высказыванию, мы с вами с легкостью определяем, отметая по пункту, да, то есть сначала выкидываем все слова, которые начинаются с гласной, а потом смотрим уже последнюю букву на предмет ее того, чтобы она была согласной. Здесь меньше даже, вот с такими заданиями меньше возни, да, чем с предыдущими, но они вот тоже в этом блоке заданий встречаются.